Новости региона в эфире канал АПС. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Сегодня в регионе облачная погода и наконец-то потеплела. Все почувствовали. Термометр сейчас показывает 5 градусов тепла. Правда ночью по-прежнему будет подмораживать, предупреждают синоптики. А значит ледоход, застывший у деревни Пермагорье, пока не поспешит к нам. Однако зафиксировано его развитие на участке ниже населенного пункта Ракулка Красноборского района. Это 500 километров от Архангельска. На реке Вага ледоход удерживается в Заторе недалеко от Усть-Падинги. Ниже по течению сохраняется ледостав. В районе Шенкруска обширная полынья, вызванная подвижкой льда. На акватории порта Архангельск сохраняется ледостав. Сегодня ледоколы капитан Чедаев, Диксон и капитан Евдокимов начнут работы по спуску льда. Пока две пешеходные переправы на Хабарку и Бревенник работают в штатном режиме. Далее о происшествии. В новостройке в центре Архангельска пострадал рабочий. Несчастный случай произошел сегодня около 13 часов в восьмиэтажном доме на проспекте Троицком. За молодежным театром специалисты проводили работы по обслуживанию лифта в одном из подъездов. Тяжелый металлический противовес ударил по голове одного из мужчин. Для его эвакуации потребовалась помощь спасателей. Передвигаться самостоятельно пострадавший не мог, хотя и был в сознании. Рабочий госпитализирован в областную больницу. Состояние, по словам медиков, тяжелое. Сегодня губернатор Игорь Орлов посетил роддом имени Самойлова и глава региона посмотрел работу дневного стационара операционных и неонатальной реанимации. Интерес вызван скорым вводом в эксплуатацию перинатального центра. Он запланирован на конец 2017 года. Пока центр готовится к открытию, вся нагрузка ложится на уже существующие роддома. Мы, создавая этот важнейший объект в системе родоспоможения, по сути дела, изменяем всю технологическую, логистическую, организационную цепочку в этой работе. Именно поэтому поговорить с профессионалами, понять, насколько выверено, насколько корректно будет действовать сегодня вся система управления, это очень важно. Новый перинатальный центр разгрузит отделение интенсивной терапии новорожденных. Сейчас в Самойловском роддоме 200 койко-мест. Вместе с перинатальным центром их будет 320. К сожалению, все неудачи, которые преследуют нас, те неудачи, которые бывают, связаны с тем, что не вовремя поступают женщины с области к нам сюда, вот в этот, как вы сказали, самый современный неонатальный центр, где может быть оказана самая современная помощь. Летний сезон все ближе, а значит выходные скоро будем проводить за городом на природе. Но ведь для многих дачные участки это не только грядки с картофелем и клумбы цветов. Это фактически второй дом, если не постоянное место жительства. Потому новый закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве общественность сегодня обсуждают очень активно и просят депутатов не спешить с окончательным утверждением документа. Выращивать овощи и цветы, ухаживать за участком для этих людей не просто хобби. Для большинства дача это и постоянное место жительства. Вот только садоводы боятся. Новый федеральный закон о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве может нарушить мирную жизнь на усадьбах. Документ уже принят в первом чтении депутатами Госдумы. И многими положениями, которые прописаны в законе, дачники недовольны. В частности, люди не понимают, почему теперь за свои земельные участки нельзя платить, как раньше, напрямую в кассу дачного кооператива. Почему нельзя принимать членские взносы, допустим, наличными деньгами прямо в кассу? Нужно обязательно на расчетный счет. Притом, они, по идее, могли бы быть приняты в кассу, потом сданы бухгалтером или кассиром на расчетный счет. Еще одна поправка в законе говорит о том, что все общие собрания дачникам теперь нужно проводить исключительно на территории своего кооператива. Мы обязаны будем общие собрания собирать только на своих территориях. То есть залов таких у нас нет, построить невозможно. Проводим мы собрания в конце января, начале февраля для того, чтобы составить смету доходов-расходов. Вместе с народными избранниками дачники-садоводы составят список пожеланий, которые, по их мнению, стоит учесть законотворцам при принятии закона о садоводстве во втором чтении. Народная инспекция Архангельской области отметила шестилетие. Итоги работы подвели на традиционном ежегодном собрании. За время существования народная инспекция добилась серьезных результатов. Общественная организация признана лучшей по Северо-Западу и в пятерке лучших по России. Инспекция смогла создать действенный механизм контроля в сфере ЖКХ, в том числе в вопросах переселения из ветхого и аварийного жилья и капремонта. На заседании было отмечено, что на федеральном уровне обсуждаются варианты продолжения программы расселения аварийки. А значит, народная инспекция продолжит работу по контролю реализации программы в области. Ваша помощь в этом нам пригодится в дальнейшем и в будущем. И то, что сделано было поварики в какой-то момент, когда была массовость жалоб по качеству жилья. Больше вопросов сейчас возникает по капитальному ремонту. И тут хотелось бы и ваши предложения послушать, как улучшить нам эту систему. Под пристальным вниманием народной инспекции будет проходить и реализация программы формирования комфортной городской среды. Отсутствие серьезных ограничений по допуску подрядных организаций конкурсу дает возможность не самым благонадежным компаниям получать контракты. Этот момент и будут контролировать народные инспекторы. Добавлю, что в рамках программы формирования комфортной городской среды, уже в этом году должны быть отремонтированы сотни дворов в муниципальных образованиях области. В Архангельске проходит подготовку национальная сборная команда России. В ее составе трое студентов профтеха, которым предстоит защищать честь страны на чемпионатах мира WorldSkills. Так называется международное движение, цель которого – популяризация рабочих профессий. Турниры WorldSkills проводятся по различным компетенциям в зависимости от будущей специальности ребят. В Архангельске свои навыки оттачивают студенты, которые будут выступать в компетенции сухое строительство и штукатурные работы. В течение 10 дней под руководством тренеров национальной сборной ребята будут повышать свою квалификацию. По итогам этой работы во многом станет ясно, кто будет представлять Россию на чемпионате мира 2017 года, который пройдет в Абу-Даби. «Идеально никогда не может быть, всегда есть чему учиться. Тренеры, наши наставники, всегда помогут. Всегда нужны какой-то новый элемент. Невозможно ведь знать всего, всяких азов. «Вот что хочешь потянуть – скорость или качество работы?» «Честно говоря, все вместе. Потому что выступить нужно хорошо в этом году». Менее двух недель осталось для того, чтобы зарегистрироваться для участия в шествии бессмертного полка и заказать штендер с фотографией родственника, участника Великой Отечественной войны. Для этого необходимо прийти в Центр Патриот. Это бывший Дум офицеров. Будние дни с 15 до 19 часов, а выходные с 11 до 16. В этом году мы ожидаем около 10, может быть, даже немножко больше тысяч. Ну и по области надо сказать, что тоже акция, масштабы ее постепенно увеличиваются. Если по прошлому году мы говорили о 20 тысячах участников на уровне области, в этом году где-то плюс 5 тысяч предполагается, что будет больше. Зарегистрироваться и заказать штендер можно до 30 апреля. А уже в мае традиционная легкоатлетическая эстафета вновь позовет нас на старт. Спортивный праздник посвящен 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и пройдет 6 мая, определен день для подачи заявок на участие. 2 мая, вторник, с 14 до 15 в администрации города Архангельска. Все желающие приходят, оформляют свою заявку, получают номер для участия согласно регистрации. Если отталкиваться от прошлого года, у нас было 209 команд, то ожидаем такое же количество в этом году. Первый старт будет дан в 11 часов. Силами померяются воспитанники детских садов. В полдень начнутся основные забеги. Регламент прежний, дистанция чуть более 4,5 километров, 11 этапов стартуют и финишируют участники на площади профсоюзов. Итоги дня подведем в 19.20 на канале ТВ-Центр. До встречи в программе «Автограф дня».